здравствуйте друзья сегодня я буду готовить такой очень простой рецепт если вы не знаете чем накормить семью то возможно этот рецепт понравится и вам кого я заинтересовала оставайтесь со мной итак приступим для рецепта мне необходимо рис 400 грамм манная крупа 2 столовые ложки такие щедрые ложки с горкой немножко постного масла здесь ложки 2 для того чтобы обжарить морковь соль и специи специи здесь чайная ложечка берите специи такие которые вам нравятся травки приправки рис пересыпаю в кастрюльку в которой его можно было бы проварить я рис залью водой здесь у меня было литр воды и теперь рис ставлю чтобы он проварился то есть он закипит и минут пять проварится морковь нужно потереть на крупной терке и морковь нам нужно просто притушить если ее притушить она потеряет свою такую сладость и будет хорошо люди делайте не очень сильный огонь помешивайте и притушите просто до того чтобы она была мягкая рис я проварила откинула на дуршлаг и промыла под проточной водой морковь вот я всю притушила и откинула в такую мисочку на чтобы это все быстрее остыла теперь берем мисочку побольше такую чтобы можно было здесь замешать перекладываю туда весь рис морковь немножко это все перемешаю теперь я отправляю сюда же соль присолите так как нравится вашей семье немножко приперчу вот отправляю приправку это просто сушеные травки манку отправляем сюда же укроп это у меня укроп замороженный если у вас есть возможность то можете взять и свежий так немножко перемешать и теперь сюда же одно яичко яичко я вот так подобию просто вилочкой я посмотрю какая будет консистенция если мне будет одного яичка мало то добавлю еще вторую пока одну и теперь это все хорошо хорошо вот так перемешаю я думаю что нужно добавить еще одно яйцо вот у меня еще одно яичко тоже я его подобью вилочкой чуть-чуть и сюда же я просто разбила желточек ничего особо не взбивала и теперь все это хорошо хорошо перемешаю вот я переместила и оставляю минут на 10-15 чтобы манка набухла у меня уже прошло 10 минут и теперь я все вот это хорошо перемешаю еще разу думаю что манка уже так она намокла и нам теперь возьмите просто в руку сожмите видите распадается значит рис не очень клейкий и сюда нужно добавить ложку может две столовых муки вот здесь у меня две столовых ложки муки я сначала немножко насыплю хорошо перемешу если понадобится насыплю еще мне кажется этого будет достаточно я просто вымешу это все теперь я замесила вот так эту массу теперь я мочу руки в воде беру немножко массы совсем чуть-чуть и вот вы уже даже можете это заметить масса такая клейкая и не распадается и вот так я их формирую в виде можно сказать котлетки блинчика и в панировочные сухари со всех сторон обваливаю и выкладываю на досочку досочку я сверху застелила стрейч пленкой и дальше если масса прилипает у вас к рукам подмочите руки выкатайте вот так сформируйте приплюсните а захотите можете конечно оставить и шариком но я буду сейчас это обжаривать и вот такая форма намного лучше для обжаривать и так я поступлю вот со всей этой массы вот так я сформировала всю массу теперь буду обжаривать на растительном масле с обеих сторон складывать я их буду вот в такую стеклянную форму вот беру кусочек масла и форма просто смазываю полностью всю форму внутри вот этот кусочек масла я просто оставлю здесь на дне так вот кусочками когда все это будет тушиться то но очень хорошо распределиться форма подготовлена и буду обжаривать вот так обжариваю с одной стороны потом переверну и буду обжаривать другой вот так я обжарила уже всю эту массу у меня получились вот такие котлетки их получилось из этой массы 16 штук как раз на мою вот эту форму и дальше я возьму фольгу вот отмеряю отрежу у меня просто такой форме нет крышки а я хочу немножко прикрыть это все вот я прикрываю фольгой и в таком виде отправляю в разогретую до 180 градусов духовку минут на 20 чтобы они протушились прошло 20 минут и думаю что мое блюдо уже стушим так все порует и выглядит очень очень аппетитно и возьму просто любую котлетку вот так это выглядит вот внутри все стушилось все приготовилась это очень вкусно такое блюдо можете отварить картошку можете подать как самостоятельное блюдо можно приготовить еще грибной соус и подать с грибным соусом с кетчупом это вкусно аппетитно и сытно если вам понравилось мое видео ставьте лайк пишите комментарии делитесь этим видео с друзьями подписывайтесь на мой канал это хорошо мотивирует двигаться вперед я желаю вам всего самого наилучшего до новых встреч пока 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 пока